Всем привет! Это продолжение моего ФФА сериала в Сидмерс Цивилизейшн 6, где я играю за Майя. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании вы её можете найти. Всегда интереснее всё-таки смотреть с самого начала, а не с середины. Ну а всем остальным приятного просмотра. Ладно, поверим. Датчанину и будем всё-таки банковское дело открыть, потому что тут дополнительный торговый путь. Бан соли и мировая религия католицизм. Ну я думаю, мы можем и бан соли провести, и против католицизма высказаться, да? Можем против католицизма. А у него меценатство один, то есть он, наверное, это построит. Ещё запрет. Да, видимо. А лувр? Где и что он даёт? Ну так себе чудо. Я помню, что я делал обзор по чудесам лувр. Одно из самых так себе. Продолжение следует... да ладно нету амбара топли а тут тут есть амбар как так пусть она не там надо было только строить так что гг-шка почему-то ее не встретил а что ты хочешь смотреть первое место недостаточно увидеть португалец был на последний может так и есть тут 1 2 3 все все цифры лекс для тебя лекс ты что-то задумал о смысле но 2 3 4 то есть 1 понятно кто и 4 5 понятно кто как мне кажется ночью началось за кашечку ходом у меня золотой век начнется поленки еду сейчас так сейчас после харбора еще построим как раз два хода построим еще один караванчик тогда университет счастье кончается блин ты думаешь если бы он не был первый по населению тогда это еще можно было бы типа ночи думаю даже цепки не построил она так он запал меня кто-то тех успер вот это поворот так университет а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Я надеюсь... Сикстинская капелла... Продолжение следует... Вообще, конечно, это лучше делать на реке. Там высады можно будет построить. То есть генерация людей будет побольше. У меня в этом городе очень мало жителей. Вот надо мне Уксмальд отъедать еще. Чтобы тут вот и гильдию писателей, и там National Epic делать. Ага, вон где швед окопался. Тест Индию Компани можно, или банк. Давайте банк сначала. Или храм вообще. Храм. Я хочу везде тоже храмы построить и, ну... Попытаться тут от религии хоть тоже что-то получить. Пока. Я все равно возьму пророка с одного из своих бактунов. Даже, наверное, со следующего. Потому что... Инженера нету смысла пока брать. Ученый взят. Да, кстати, я еще хотел уже караван построить. Ученый взят. Ученый взят. Сейчас посмотрим тут чудесные города шведа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серьез хотел больше войн. Ещё больше. Куда ещё больше упорочки на 40-м ходу. Получается, что карта не позволяет только дуэльки играть. Это типа Серьез написал сейчас речь? Нет, это я, но так подумал. Ну типа мы сидим, но на самом деле скучная игра. Там че-то банки строим всю игру и конце. Я не знаю, что там не подрались. Затей весело, да. А что-то стримишь ли нет? Нет. Не знаю, что-нибудь там не весело. Катерни новую собирает. Мне весело. Пытаться вот из такой говняного места выкарабкаться. Хоть как-то. Коломбо объявил войну португальцу. Кстати, я везде забыл защиту пообещать. Видите, у меня тут из ггшек-то 5 штук всего из 12 встречи. Вот так. Продолжение следует... Стокгольм 24. А у меня поленки 14. Да. 110. Через два хода могу апнуть в каравеллу. У него еще реки есть. Смотрите, у австрийца. У меня река только в Уксмале и все. Живи как хочешь, называется. Одна гора. Просто место страдания. Где, кстати, с воды ушел? Да. И зачем? Ну, тут в Москве города не очень. Не очень? Ну, и глуши горали, качем море. Стеги Геншкиево. Так он же швед. Он рассылает своих уникальных этих... Он дипломатией тут победит, я уверен. Вообще, по-хорошему, надо объявлять войну. На самом деле, как-то пытаться, может, перехватывать его... В общем, если вы видите его уникального этого, рядом с ГГшкой, лучше объявляйте войну и захватывайте его. Он же не обязательно везти, потому что срота подарились. Ну, я думаю, он будет везти, потому что при подарении он там сколько-нискох ходов... А, может, кто-то может переставить войну и пить. И кто-то просто пропадет. Это швед в экономике, да? Ну, да, кто-то еще может быть. Лагерь, да, дает эту монетку в экономике? Ну, так и есть. Фартов настроил. Так, бегал, втекаль на производстве. Наверное, втекаль я продолжу на производство отправлять. Втекали. Тупо нету производства, поэтому... Это нормально. Это реально. Значит, время сбыть. Здесь у меня плакала. Ой, мы плакали. Да? Они начинаются... Продолжение следует... Так, этот бегал в чеченицу на производство. В принципе, и сюда можно на производство. Или лучше истекали в поленки на еду пустить. Ну, пожалуйста, истекали в поленки и так уже. Так, у меня два в поленки на еду бегает. Значит, в чеченицу на производство. Португалица удаляет эту трюрему. Так что, Куала-Калпанга? Ну, плей, нет. Ну, туда и уплыви туда. Тут, видишь, мой караван ходит. Мне придется ее убить. Ну, вроде как трейдинг нет. Да мы трейдинг, но слушай. Могу пропустить открытыми границами. Ну, давай, кинь. И как раз чудо посмотришь и уплывешь. А у чего ли у нас по договорам научным? Без них. Без них правила? А, блин, хотя нет, подождите, я не помню. Класс, вы правила читаете, конечно. Не, просто с ними. А, ну, да, там, короче, ничего не пишется, значит, все окей. Можно. А, я ж вуксмаль хочу отъедать. Вуксмаль надо будет на еду пустить. Это точно. Так, храм готов. Колизей пока не нужен. Банк. А, ну, да, там, 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 да не помешает кузня потому что первых производства с железа дает 3 плюс 15 производства юнитов все таки когда-нибудь да понадобится а я первый с австрийцем по науке австрийцы чуть армия большая такая зачем те арбалеты у вены а зачем они себе ходов 10 стоят стоят подозрительно это все содержание позволяет у тебя кстати австрийц внутреннее море ты в курсе да было я уже так понял что нам это положил лучше розыгры на реке чем на море эх следующим ходом золотой век закончится все думаю ставить тут пятый город не ставить все у меня счастье немерено может все-таки поставить два ресурса роскоши все-таки все необходимые национальные чудеса я вроде построил тянет нашину и пик надо 5 у у у у у у Продолжение следует... 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 Лиссабон 9 Печаль Субтитры создавал DimaTorzok Водяная мельница. А мне что-то показывают, что первый по науке датчанин внезапно. Ну и все дешевые открыл. То есть я только первые техи одного времени открыл. А швед уже вышел в индустриализацию, я как-то это проспал. Я правильно понимаю, что порох открыли, да? Порох? А, порох, да. Ага. Вот. Швед, ты у меня воруешь техи, боже. А вы в курсе, что швед у меня тихий ворует? Нет. Я хотел сказать, что вы в курсе, что датчанин по нижней мере идет? Но я решил, что лучше на это не обращать внимания остальных игроков. Может он сильно на шведа артой пойдет? Рагуса. Где это? Рагуса. Где это? Так, это каргашип в поленке на производство бегала, Давайте, наверное, буксмаль на еду. Нема, я построил эти обсерватории. Что, в одном городе? Да я прям улечу. У меня только один город под горой. У тебя еще и желудок хватает-то. Проверю, что города остальные. А, да, тут я тоже хотел поменять мельницу. Давайте-ка я к себе посажу, а то что-то они у меня... Серьезно, кто танк рвать строил? Швед. 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 три четыре пять шесть семь восемь еще где-то четыре города государства эти бур ушиб наверно возьму или еду от еду сионеры дешевле стоят эти религия сильнее распространяется еще два города государства сушься ну сколько у него вы кто нашел все грешки ну тут идет дипломатической победе шведов я одну не нашел у него пять ггшек уже семь ггшек у него двенадцать пять ггшек шесть шесть секунд шесть шесть у него да да Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Было 7 угля, стало 3. Видимо, во всех городах стали строиться... Фабрики... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это важнее... В общем, я голосую против католицизма... Я... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Причем, видимо... Продолжение следует... 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 да да именно так класс ему бы еще появиться на месте португальца сидеть где-то там навстрец ты хитрящий какое смотри ну молодец ты думал египет проголосует против да хочу ними все тырят то блин а Продолжение следует... 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 Наконец-то убил австрийского шпиона... Продолжение следует... 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 Какая-то отдельная Тут датчанин Слева от тебя какой-то еще Еще материк такой небольшой Так, точно мне Какие из этих зданий не надо строить Так, точно мне порядок начальник тоже угля нету я еще не вышел может армию поднастроить еще австриец решит если раньше его поставлю город еще решит мне войну объявить что единственный вариант к всем сказал что он на уголь бахнет это сюда извините я не хочу зависеть от других игроков с углем а хрицкий может не наступать пожалуйста на войне окей кто спрашивает и где португалец я не вижу вообще там лагеря так что ну хорошо но я отстаю на три процента поройная да но не знаю мне кажется наука тут вообще не проблема если считывать что вы заключаете договора плюс мне еще кажется что там кто-то на втором месте сидит и у него буквально на 10 единиц производства еды меньше и вообще там кайфа на втором месте еще в углу я не знаю да тут все в углу я не я ну то есть мы же твою территорию видим понимаешь и я не очень понимаю как может кто-то быть на пару единиц от тебя ну я ну да у австрийца неплохая тоже территория но у тебя просто не 120 и у египта 9 единиц ну и что ну мне конечно лень считает но мне кажется что если считает что последнее место 9 то усредненное 117 и вы значит хорошо пусть и пусть кто-то даже немножко тебя отстает и чё ну ему хорошо потому что на втором месте и против него не ведут никакую политику не перекупает гэшки не объявляют войну кто те войну не вел и гэшки перекупает что говорит он тебе сильно попортил жизнь но очень на самом деле а уголю кого гэшек союзе не наука львы могли у них это же не проблем почем дай просто так да не у меня денег но уже я хорошо к тебе относился и отношусь можно за научный договор ну не будет тогда ученые будут дождаться много австрийцы эти дам уголь чё-то мы шо-то договаривались ты дашь когда сам что швед дашь продашь угля нет я готов тебе дать в тот же ход как я его обработаю а а а а а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 не знаю какого хера но я у меня чё говно города их кормить и кормить они не кормятся все на это летает на еду а ты мне жалеешь что там эти договор дают то есть ты еще быстрее выйдешь что надо так давайте запустим теперь золотой век понимали содержать до конца игры все-таки мне бы не было жалко для тебя честно а так я уже не смотрел место на себя противник посмотри мне кажется там австрияк возьмет автократию мне мне кажется не говорю что он возьмет и я думаю что нам надо будет как-то знаю что ли это швед ездит по ушам просто датчанину не но неправда я серьезно так считаю потому что у него биг бена у него матчет на это миллиард голды он накопит стелсом и мне ну я тоже я тоже уверен что он что он выйдет в автократию но дело в том что ты-то при этом все далеко будешь и я думаю он выходит в автократию именно в попытке тебя остановить а то типа боже австрийц вышел в автократию и все и все таки о все фигня то что тут швед улетает с миллионам городов государств в союзниках это типа так случайность что-то еще от алюминия зависит посвящали меня будет весь а шведом если что я те на стелс и алюминий дам если у тебя не будет у меня будет и 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 а тут как нибудь ускорить швед можно вообще ах нет я не вижу прям к и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...